Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. Правый бок храма находится с правой стороны от нас, когда мы стоим лицом к храму. Таково общее правило определения правой и левой стороны у любого здания. Правая и левая стороны определяются по отношению к наблюдателю, стоящему лицом к зданию. Поэтому мы видим, что источник воды расположен с северной стороны переднего фасада храма, но далее поток воды течет с южной стороны жертвенника. Это означает, что лестница, по которой к лаганим входят в притвор храма, должна быть сделана в виде моста, чтобы священники не входили в храм с мокрыми ногами. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот, вода течет по правую сторону. Здесь та же картина. Иезекииль, находясь наружу храмового комплекса, видел поток воды с северной стороны ворот. То есть поток воды, текущий с южной стороны жертвенника, потом пересекает площадь внешнего двора по диагонали, и опять оказывается с северной стороны восточных ворот. Если посмотреть на топографическую карту этого места, то там видно, что водораздел между бассейнами ручьев Нахаля-Ругод и Нахаль-Хевер расположен около северо-восточного угла храмового комплекса. Поэтому после выхода наружу из храмового комплекса поток будет направлен к месту водораздела, где он аккуратно разделится на два потока. Один поток будет течь на северо-восток в русло Нахаля-Ругод. Другой поток будет течь на юг, пока не вольется в русло Нахаль-Хевер неподалеку от храмового комплекса. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. Муж пошел на восток, это означает, что Езекиль видел измерение русла в северо-восточном направлении, в сторону Нахаля-Ругод. Еще отмерил тысячу и повел меня по воде, воды было по колено. Еще отмерил тысячу и повел меня, воды было по поясницу. Еще отмерил тысячу и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. Мы видим по топографической карте, что измеренные длины примерно соответствуют местам, где русло потока текущего из храма соединяется с другими притоками. Этим объясняется скачкообразное изменение глубины потока, вдоль которого шел Езекиль. И сказал мне, видел сын человеческий и повел меня обратно к берегу этого потока. Здесь слово переведенное как берег следует переводить иначе, как край или предел. То есть после измерений длины Езекиль вернулся к началу, откуда велись измерения. Он вернулся к месту водораздела. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И Езекиль увидел деревья с южной стороны, около ручья Нахаль-Хевер. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, и сойдет на равнину, и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Существуют переводы, где не говорится про две струи, но здесь именно так. Двойственное число на иврите. Две струи. Нахаль-Аругот и Нахаль-Хевер. И будут стоять подле него рыболовы, от Энгеди до Эглайма, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в Большом море, рыбы будет весьма много. Энгеди – это известное место. В устье ручья Нахаль-Аругот. Про местоположение Иглайма, которое у езекииля называется Эйн-Иглайн, справочники умалчивают. Но мы можем догадаться, что это место является устьем ручья Нахаль-Хевер. Дело в том, что Энгеди переводится с иврита как источник козленка, а Эйн-Иглайн переводится как источник двух телиц. Там тоже двойственное число. Мы видим, что в своем устье ручей Нахаль-Хевер раздваивается на два русла, две телицы. Так, благодаря езекиилю, мы нашли место библейского топонима Эйн-Иглайн. Это место оказалось расположено в устье ручья Нахаль-Хевер. И будут стоять подли него рыболовы от Энгеди до Иглайма, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в Большом море, рыбы будет весьма много. Граница священного надела проходит, захватывая часть Мертвого моря, в промежутке между Энгеди и Эйн-Иглайн. Поскольку там проходит автомобильная трасса, то было бы разумно построить насыпь и мост через залив, чтобы поток машин не нарушал святость территории священного удела. Тогда этот залив получит большую изоляцию от остальной части Мертвого моря, что и сделает воды в этой части моря пресными, а остальная часть моря будет давать соль. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевании. Здесь надо обратить внимание именно вот на эту часть стиха. Потому что вода для них течет из святилища. При жертвоприношениях в храме будет проливаться много крови. И на стенки жертвенника выливается только малая часть этой крови. Примерно по 200 миллилитров от одного животного. Общее же количество крови каждый день может составлять порядка 10 кубометров. Эту кровь нельзя выливать в воду потока, который пересекает внешний двор храма. Потому что в водах этого потока будут омывать свои ноги посетители храма. Для крови жертвенных животных в храме будет построена специальная канализация. И эта кровь, пройдя по канализационной системе, будет выливаться во враг, расположенный за западной стеной храма, в ручей, который впадает в Нахальхивер. Это объясняет нам, почему Езекииль увидел плотоносящие деревья, когда вернулся после измерений северо-восточного русла. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, заставляющие пищу, листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться, каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Потому что вода для них течет из святилища. Это вода с кровью, а кровь – это прекрасное удобрение. Примерно. Примерно. Продолжение следует...